Уважаемые коллеги, мы живем в меняющемся мире, и мы постоянно должны адаптировать нашу специальность внутренняя медицина к ней. Я верю, что внутренняя медицина – это краеугольный камень системы здравоохранения. Быстрые перемены в медицинской практике произошли в последние годы в европейских странах, и ведущим фактором являются технологии, растущие расходы и стареющее население. Задачи современной медицины – это урезание расходов, растущая сложность пациентовых запросов, комплексного подхода, большая потребность в высококачественных услугах при умеренных расходах. Фрагментация медицинского здравоохранения тоже является проблемой в наши дни. Эти цифры показывают прогнозируемый рост населения ЕС в 2016 году, и, как вы видите, пропорции стареющего населения растут инкрементально. И если взглянуть на возраст 80 лет и выше, от 5% до 12% вырастет число людей за 80 до 2040 года. Исследования, проведенные в Швеции несколько лет назад, где рассматривалась нагрузка хронических заболеваний на людей возраста 60 лет и старше, здесь рассматривалась коморбидность, полифармацевтическая поддержка, когнитивные ограничения функций. И все эти факторы серьезно возрастают к возрасту 60 лет. Каковы продвижения в здравоохранении по продлению жизни? Фармакотерапия, конечно же. Многие смертельные заболевания вылечивают сегодня. Это ВИЧ-инфекция, гепатит С, злокачественные опухоли. Однако лечение чрезвычайно дорого обходится пациентам. На примере ВИЧ, хочу сказать, что ВИЧ превратилось сегодня в хроническое заболевание. И ожидаемость продолжительности жизни примерно такая же, как и при других заболеваниях. Но здесь много вопросов, о которых также надо говорить. Из-за дисфункции антиретровирусной терапии очень многие другие проблемы, связанные со здоровьем, могут произойти на пути лечения ВИЧ. И с ними надо осторожно обращаться и их лечить попутно. Стоимость здравоохранения стала серьезным вопросом. Эта цифра от ОСР показывает, как траты на здравоохранение превысили экономический рост во многих странах за последние 20 лет. Одна из причин растущих расходов – это рост расходов на препараты по назначению врача. Они насчитывают большую долю расходов на здравоохранение. Большинство препаратов в последние годы стали очень дорогими. Специализированные препараты, включающие те, которые излечивают от редких заболеваний, например, орфанные заболевания. И, конечно же, серьезный рост цен. Вы знаете, что фармацевтическая индустрия – это главная линия обороны, которая держит цены на препараты и связана с разработкой новых препаратов. На этом слайде вы можете видеть примеры. Наибольшие дорогие препараты здесь. Когда мы в прошлом году наблюдали, эта информация была взята из интернета, в основном из США, потому что информация более там доступна по ценам на лекарства. Вот 10 наиболее самых дорогих препаратов. Как вы видите, большинство из них – это препараты для орфанных заболеваний. Ну, посмотрите, сколько цена в год обходят. Наиболее дорогие препараты – 93 тысячи долларов, если на год покупать курс лечения. Другие дорогие препараты, включая те для гепатита С, теперь мы можем излечивать гепатит С, но все упирается в затраты. От 50 до 70 тысяч долларов в год курс лечения. Другие препараты, например, онкологического назначения, очень дороги. Если посмотреть на стоимость ресурсов и сколько требуется их для того, чтобы создать новый препарат, вот, например, из джама поступили данные в прошлом году. Если посмотреть для онкологических препаратов и оценить стоимость ресурсов на их изготовление, создание, то видите, вот темные колонки, градусники, как говорят, и, собственно, это сколько нужно их потреблять в течение года, и какая выручка оказывается. Как касается некоторых препаратов, то выручка во много раз превышает стоимость разработки этих препаратов, затраты на них. Этот вопрос также нужно решать. Дело в том, что в будущем, существующая стоимость препаратов, она, естественно, будет повышаться и в будущем. Как решать эту проблему? Роль медицины внутренних органов имеет большое значение. ПМСП. В настоящее время несколько вопросов нужно решить неотложно. Например, это организация оказания медицинских услуг. Нужно учитывать потребность населения. Другой важный вопрос. Нужно баланс соблюдать между генерализованными и специализированными услугами в ПМСП, чтобы они лучшим образом обеспечивали координацию и самую различную группу населения и пациентов. Что касается наиболее дорогих услуг, нужно учитывать соотношение затрат и выгоды при обеспечении при этом безопасности медицинских услуг. Что касается организации оказания медицинской помощи, большинство стран в Европе испытывают проблему, решая этот вопрос. Вот, например, пример из Великобритании. Королевский колледж заболеваний ПМСП, он говорит, что они оказываются в очень сложном положении. У них есть свой, конечно, госпиталь. И очень много приходится госпитализировать пациентов. И рабочая группа, которая работает по этому вопросу, они целый ряд решений предложили. Одно из них – интеграция стационарных услуг и услуга социально-медицинского характера. Дело в том, что очень много оказывается пациентов, поэтому такая интеграция двух систем совершенно необходима. Также в том числе, чтобы гораздо лучше обеспечить соотношение между общим медицинскими услугами и специализированными. Это под эгидой руководства отрасли делается. Кроме того, что касается отделения интенсивной терапии и неотложной помощи пациентов, пациентов можно госпитализировать в отделении реанимации напрямую, напрямую, минуя звено ПМСП. Здесь вы видите, как это организовано. Вот также дневной стационар есть. И очень тесное взаимодействие с группой реанимации и других услуг неотложной помощи. Нам нужно также помнить, что затраты на медицинскую помощь имеют большое значение, и нам нужно очень выгодно вкладывать средства. Затраты, которые на поддержание состояния заранаселения тратятся, они бывают очень большими. В Соединенных Штатах значительный процесс, значительная доля медицинского бюджета, оказывается, тратятся впустую. Вряд ли это иначе в Европе или в других регионах мира. Усилия, когда принимаются для того, чтобы контролировать объемы затрат с учетом медицинских услуг, это критически важный вопрос. В Соединенных Штатах оценивается, что врачи отвечают более чем 80% нецелесообразных расходов. Лабораторные обследования и так далее, диагностика, когда без причины, оказываются услуги, нецелесообразные использования препаратов, антибиотиков. В том числе, особенно приходится благодаря лекарственной устойчивости. Конечно, Соединенные Штаты признают, что такая проблема существует. При существующей системе экономической помощи очень много препятствий к тому, чтобы стимулировать оказание таких медицинских услуг. Врачи, мы являемся, собственно, одним из рычагов решения этой проблемы. Нам не нужно оказывать наиболее дорогие услуги в первую очередь. Нужно учитывать потенциальные выгоды и вред наносимой затраты. Очень дорогие услуги могут приносить, конечно, большую выручку, потому что это оказывается выгодным. А те, которые по малой цене оказываются, конечно, они менее выгодны. Поэтому нужно быть осторожными с тем, чтобы не увеличивать затраты, прибегая сразу к специализированным услугам. Что касается очень широкой компании, несколько лет назад была запущена в США, в центре которой являются основные пять существующих медицинских практик, которые вообще не имеют никакой пользы. Здесь есть один отчет по этой теме. Это общество социональной медицины, о том, что катетер в мочеводящие пути, конечно, когда он используется, это тоже несет особо большие затраты, но у пациента возникает при этом инфекции мочеводящих путей. Это также, в конечном счете, может оказываться довольно дорогим. Нужно организовывать мониторинг на дому. Если пациент достаточно стабильно себя чувствует, то не нужно оказывать дополнительные диагностические услуги или лечебные. Европейская Федерация Медицины и внутренних органов также осуществляет очень масштабные проекты. Большинство наших стран, включая Россию, планирует определить эти пять основных нозологий в странах для того, чтобы объединить их вместе. Медицинская помощь связана с факторами рисков и конечное оживление с показательными смертностями. Ошибки медицинского характера являются одной из основных причин смертности и заболеваемости. Вот исследование, которое было проведено в США. Результаты, опубликованные в прошлом году в журнале британской медицины, показывают смертность от медицинских ошибок или неожиданных, нежелательных событий. Сначала сердечные, потом рак и так далее. 90%... 9% смертей оцениваются как врачебные ошибки. Ну, поэтому нужно всё время думать о безопасности пациента. Нужно создавать соответствующие средства решения этой проблемы. Сементг нации здравоохранения создал контрольно-справочный список. Я его очень рекомендую вам посмотреть. И прочесть эту также книгу, которую написал один американский хирург, Атоль Даванди. Контрольно-справочный список. Вот этот вопрос тщательно обсуждается врачебных ошибок, обеспеченной безопасности пациента. Ещё одна область, на которой нужно сосредоточиться, это преемственность между уровнями и видами медицинской помощи. Передача информации от одного звена к другому имеет большое значение, потому что из исследований мы знаем, что при неудаче такой взаимосвязи очень много возникает врачебных ошибок. Есть практические рекомендации в интернете от Британской медицинской ассоциации, как именно обеспечивать преемственность между уровнями и видами медицинской помощи. Нам также нужно сосредоточиться на будущем нашей профессии, готовить наши кадры терапевтов в быстро меняющемся мире, чтобы они были бы в состоянии бороться, решать задачи будущего. И нужно, соответственно, также и программы обучения для вузов создать. Европейские органы управления здравоохранением, руководство одобрили для подготовки терапевтов. Также выпустили рекоменданты для учебных центров, и материал был публикован несколько назад в журнале Британской медицины. Наконец, нам нужно также учитывать нашу профессию, ее особенности. Профессионализм всегда важен в быстро меняющемся мире. Новые задачи возникают, которые нужно решать в онлайновом режиме. Мы можем это делать, поддерживать между собой взаимосвязи и, очевидно, думать о ценностях нашей профессии, когда мы в онлайновом режиме общаемся. Европейская ассоциация вместе с Американским колледжем терапевтических заболеваний и ассоциацией несколько лет назад опубликовали также соответствующий материал и в журнале Lancet, в европейском журнале внутренней медицины в том числе. И время от времени нам нужно обновлять соответствующую информацию, таблицы. Новые вопросы уже возникли, которые нужно решать. Профессионализм, собственно, является основой здорового состояния медицинских ассоциаций. И они имеют саморегулирующиеся организации, такие ассоциации, и берут на себя соответствующие обязательства и ответственности. Наконец, дорогие коллеги, я полагаю целесообразно, чтобы закончить мои выступления словами о том, что те врачи, хорошие которые, в первую очередь, заботятся о пациентах, а не о болезни как таковой. Большое спасибо.